Семилетнюю Арину не может успокоить даже мама. То, что у них сгорел дом для малышки, стало настоящим потрясением. В огне пропала вся детская одежда, обувь и даже специальные тренажеры, которые помогали развиваться Арине. Ребенок страдает ДЦП. Ну, в общем, сгорело все, все имущество, все технические средства реабилитации. То есть мы полностью остались без крыши, нам даже вообще пойти некуда. Если мы эту ночь как-то у друзей пережили, то вот я даже не знаю, куда идти. Деревянный частный дом загорелся, когда никого не было дома. Пламя в считанные минуты охватило всю постройку. Первыми пожар заметили соседи, они и вызвали спасателей. Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. Как заявили эксперты, пожар произошел из-за короткого замыкания. Проводка была старая. Пожар начался с завалинки. И сильный суховей, и ветер. Видимо, провода упали. Ну, провода упали, и начался пожар. И, кстати, очень сильный. К слову сказать, дом Ахмеровых – одно из немногих деревянных строений на улице Сабан. По словам Анастасии, ей уже предлагали купить квартиру по ипотеке. Но у женщины средств на это нет. Сейчас Анастасия написала заявление в администрацию района с просьбой о помощи. Она может рассчитывать на временное жилье. «Хочу обратиться к жителям города, помочь, кто чем сможет. В такой нелегкой ситуации мы оказались. Нам сейчас нужно все. У нас нет ни одежды вообще, ни белья. Кто чем сможет, пожалуйста. Ну все, зайка, все. Ну все, мамаша. Все, шшшшш. Ты что плачешь? Чтобы помочь семье Ахмеровых, можно позвонить по телефону. 8-908-7-187-94-76 или 8-965-580-08-94 Эльвира Шрафиева, Дмитрий Руженко, Телеканал Эфир.